всем привет дорогие друзья сегодня хочу показать вам один интересный способ как можно верстать figmi не используя при этом dev mod наверняка вы уже заметили что в figmi пропал режим dev mod в обычной версии и теперь он доступен только по платной подписке за 15 долларов в месяц у нас есть три варианта что делать в этой ситуации первый самый простой очевидный это купить подписку оплатить ее и пользоваться также как мы пользовались раньше если вы зарабатываете на этом деньги то за данный инструмент конечно же можно заплатить и пользоваться дальше в привычном вам режиме второй способ это использовать различные аналоги figmi например pixo скоро я запишу также обзор на этот инструмент он очень похож и будет достаточно легко после figmi на него перейти есть также и другие аналоги можно рассмотреть любой другой из них они все плюс минус похожи друг на друга но тем не менее здесь потребуется немножечко изучать нового материала и не всем конечно это может понравиться так как мы уже давно привыкли к figmi и хотелось бы продолжить работать в ней и третий вариант компромиссный если вы не хотите или не можете купить подписку но при этом вы хотите пользоваться figmi потому что вы к ней привыкли вам удобно то можно использовать figmi в обычном режиме и также практически ни в чем не ущемляясь пользоваться и верстать сайты как раз таки третий вариант сейчас я вам покажу если вы хотите оплатить подписку то вы можете это сделать самостоятельно и здесь никаких комментариев с моей стороны не требуется про аналоги figmi я буду рассказывать в других видео уроках и вы также там сможете посмотреть как пользоваться другими инструментами но сейчас давайте рассмотрим как использовать figmi без dev-мода но при этом это та же самая figmi которая нам всем известно и мы к ней уже давно привыкли откроем сейчас figmi вы сможете скачать данный макет в описании импортировать его figmi и мы сейчас будем его верстать он крайне простой здесь есть хедер и два таких небольших раздела как вы видите режим dev-мод заблокирован я не могу в него перейти так как не покупал подписку и сейчас мы будем пользоваться просто вот этими инструментами дизайнера это также возможно раньше мы все делали в ручном режиме в фотошопе примерно похожим образом там все устроено но даже менее удобно и сейчас мы можем также делать и figmi есть также вариант установить дополнительное расширение от сторонних авторов которая позволяет нам генерировать код для разных элементов но сейчас я это рассматривать не буду вы также можете это все в комьюнити поискать установить какой-то плагин и воспользоваться им самостоятельно а также можно попробовать написать в поддержку для того чтобы вам дали версию для обучения и если вам техподдержка одобрит то у вас тариф будет для образования и у вас dev mode также будет бесплатный поэтому можете попробовать и такой вариант но сейчас рассмотрим обычный нативный способ как это делать без разных плагинов без каких-то хитрости без покупки подписки и без перехода на другие программы давайте начнем есть макет мы его импортировали и первое что мы сделаем это возьмем выделим фрейм здесь слева перейдем в экспорт и экспортируем его в размере 1x то есть один к одному нажмем экспорт в png и она рабочий стол сохраню это изображение нам она пригодится чтобы размещать его на странице и подгонять все элементы чтобы точно настроить между ними отступы так будет намного проще и быстрее после того как мы экспортировали эту картинку давайте подготовим наш проект сделаем первоначальные настройки создадим пустую папку в любом месте у меня это будет на рабочем столе можете назвать ее абсолютно как вам угодно теперь я открою редактор visual studio код нажму файл open folder и на рабочем столе выберу эту пустую папку редактор кода visual studio код вы можете установить самостоятельно если у вас до сих пор его нет об этом у меня было отдельное большое видео где я подробно показывал как его установить настроить какие плагины мы использовали и вы можете также изучить этот урок но самый быстрый способ это написать в поисковике visual studio код перейти на официальную страницу нажать download скачать установить везде нажать далее и открыть данный редактор здесь сейчас нам никаких особенных настроек не потребуется поэтому достаточно его стоковой версии после этого как мы открыли нашу папку здесь в проводнике мы можем создать здесь еще одну например styles здесь будут наши стиле далее нажимаем создать новый файл в этой папке и создаем файл main css создадим также еще один файл который назовем индекс html обязательно обратите внимание чтобы этот файл у вас не был также в папке styles то есть он может быть вот так если вы случайно создали здесь файл но если он вам нужен в корне то вам нужно его просто вот так перенести нажать move и он находится на уровень выше здесь нажмем восклицательный знак tab укажем в title любой текст сейчас это не принципиально создадим здесь тег link укажем путь styles main css для того чтобы подключить наши css стиля я сразу перенесу этот файл вот сюда чтобы нам было удобней проводник можно скрыть сейчас он нам пока что не понадобится первые базовые файлы мы уже создали теперь давайте нажмем кнопку go live если у вас ее нет и у вас чистый редактор то просто перейдите на вкладку расширения установите live сервер в поиске напишите его название нажмите на кнопку install и установите live сервер после перезагрузки редактора у вас появится такая кнопка go live если у вас открыт именно какой-то проект то есть какая-то папка поэтому так важно создать папку именно в ней уже делать новые ваши файлы мы нажимаем go live у нас запускается локальный сервер как вы видите и в браузере открывается пустая страница здесь будет весь наш результат все что мы напишем например я сейчас напишу 1 control с для того чтобы сохранить файл и открою нашу страницу вижу здесь появилась единичка так как эта страница уже синхронизируется и она автоматически обновляется мне достаточно писать здесь код сохранять файл и просто в браузере сразу же видеть результат и теперь мы сможем приступить к разбору этого макета и полностью переносить этот дизайн из фигмы который здесь выполнен в виде изображений текста иконок переносить это все в код в виде html и css для того чтобы это у нас было веб страницей страницей